МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Терпеть во имя асфальта. Дорогу действительно отремонтировали, но не предусмотрели одну вещь. Пассажирский транспорт не справлялся с нахлынувшим потоком. Общественный транспорт по-прежнему не для общественности. Горожане штурмом берут маршрутки. Дворец пионеров версии 2.0. Уникальность этого проекта в том, что управлять и непосредственно оказывать услуги детям в части нового образования будут не наши учреждения, а это бизнес, который выступает партнерами. Детский технопарк. Новые знания, высокие стандарты и головокружительная перспектива. Сюрпризы 73-го театрального сезона. В этом сезоне первой премьеры нашего театра будет спектакль «Зачарованный вепрь», поставленный для категории зрителей 7+, включая родителей, бабушек и дедушек. Чем удивит юного зрителя Ульяновский театр кукол? Осторожно, змеи! Очередные случаи укусов ядовитых змей произошли в Ульяновской области. В конце прошлой недели в областную детскую больницу был госпитализирован 5-летний мальчик. Его укусила змея в одной из деревень республики Татарстан, когда тот гостил у бабушки. Первую помощь ребенку оказали местные медики, а затем экстренно перевели в реанимацию Ульяновской областной детской больницы. Сейчас ребенок долечивается в отделении педиатрии. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Еще один случай произошел уже в городе. Змея укусила трехлетнюю девочку во время прогулки в парке Победы. Май-июнь в Сурском районе выдался богатым на урожай змей. Тогда жители не знали, куда деться от ядовитых присмыкающихся. Гадюки буквально заполонили дворы жилых домов. Так, 8 мая змея укусила семилетнюю Ксюшу Зимину. Девочка в это время гуляла во дворе. Практически сразу ребенка доставили в детскую областную больницу, где оказали всю необходимую помощь. Пик активности змей приходится на май-сентябрь, а значит и сейчас есть вероятность встретиться с ползучей опасностью. Еще один случай произошел ни в лесу, ни в деревне, а в городской черте в районе Парка Победы. Змея укусила трехлетнюю девочку. При осмотре у ребеночка имеются характерные следы от укуса змеи параллельные две рамки, отек больностопного сустава. Ребенок был взят в реанимационное отделение, проведена ребеночку интенсивная терапия, взяты были все анализы. В течение суток, когда ребенок находился в реанимации, была выраженная положительная динамика, самочувствие ребенка не страдало. И на следующий день ребенок был переведен для дальнейшего удалечения в педиатрическое отделение. Буквально через двое суток ребенок был выписан домой с положительной динамикой. И, слава богу, все, так скажем, закончилось благополучно. Во время оказанная помощь – залог положительного исхода. Медики напоминают, что если встречи с ядовитой змеей избежать не удалось, следует помнить про правила поведения при укусах. Первое, что делается, это нужно иммобилизовать укушенную конечность. Это, в первую очередь, обедвижить больного, успокоить, чтобы не было паники. Соответственно, как бы у пациента обязательно дается большое количество жидкости пить. И если есть, конечно, возможность дать пациенту какое-нибудь антигистаминное средство. Кроме того, в случае укуса нельзя перетягивать жгутом пораженную конечность и отсасывать яд. От этих действий лишь усиливается кровоток, а соответственно и распространение яда. В избежании печальных последствий для прогулок лучше выбирать открытые места и оборудованные площадки, а в лес выходить в закрытой одежде и резиновой обуви. Напомним, за 2016 год в Ульяновской области после укуса в змеи медицинскую помощь получили трое детей и 11 взрослых. Екатерина Мазуряк, репортер 73. 18 августа с 20 часов и до 6 утра 19 числа Димитровградское шоссе перекрывается на участке от улицы Шоферов до проезда Заводского. Причина – укладка верхнего слоя асфальта. Автомобильный поток, в том числе и общественный транспорт, в это время будет следовать через улицы микрорайона Нижней террасы. И если этот ремонт на потоке отразится с минимальными потерями, то реальные проблемы возникают, когда дорожники выходят на Императорский мост. Минувшие выходные это полностью доказали. Перебраться с одного берега на другой на общественном транспорте оказалось весьма затруднительно. А ведь через пару дней аналогичная ситуация может повториться вновь. В минувшие выходные дорожники перекрыли Димитровградское шоссе от Майской горы до Императорского моста для того, чтобы отремонтировать асфальтовое полотно. Дорогу действительно отремонтировали, но не предусмотрели одну вещь. Пассажирский транспорт не справлялся с нахлынувшим потоком. Из-за этого многие ульяновцы испытали множество трудностей и преград при переправе с левого берега на правый или наоборот. Толпы людей на остановках, больше 30 градусов жары и десятки минут ожидания маршрутки. Той самый, который довезет с одного берега на другой. Вот только многие горожане об изменении маршрута, который увеличился почти в два раза, узнали непосредственно после посадки в транспортное средство. Мы даже не знали, где останавливаться. Мне надо было 82-ю маршрутку, а пришлось 28-я подошла. А вот 28-я, и там сколько народу было? Битком. Нас даже не хотели брать, и мы доехали до станции, и потом пришлось возвращаться с пересадкой. Не знаю, сколько кругов давали через верхний, через мост отряд, чтобы туда попасть. А маршрутки на сколько были забиты? Полные были. При этом некоторые перевозчики, по словам горожан, буквально игнорировали нижнюю террасу. А точнее, попросту не заезжали в этот микрорайон. Добираться до дома многим людям пришлось с пересадками, а значит, тратить лишние 18 рублей. Когда перекрывается старый мост, нижняя терраса для города вообще не существует. Ее нет вообще в природе. То есть едут по новому мосту, уходят в новый город. Причем почему-то странно. Когда садишься на станцию, допустим, 82-й, который идет до Репина, он, значит, ведет строго по своему маршруту. По Орлова, значит, уходит в центр. Вместо того, чтобы идти на Репина или вот на Наримана в 84-м я ехала. А здесь для них нижняя терраса – это не маршрут. Они снова у моста и в новый город. А нижняя терраса по-любому у меня проезд дороже. Уже в понедельник городские власти получили множество нареканий по организации движения пассажирского транспорта на время закрытия Императорского моста. В следующий раз недоработки обещают исправить. Будет часть маршрутов ехать на нижнюю террасу. С литерой буквой «Н» будут обозначены эти маршруты. Также организуем дополнительный подвоз с верхней до нижней террасы, потому что на новый город движение тоже начнет плечо. Практически в два раза маршрут увеличивается. Поэтому, соответственно, интенсивность движения, к сожалению, будет снижена. Тут временные неудобства будут. Еще одной бедой для ульяновцев стало полное отсутствие на дорогах пассажирских автобусов. Ведь маршрутки попросту не справлялись с количеством желающих перебраться на противоположный берег. Субботу дважды пришлось снова в город в центре ездить. Не было ни одного автобуса. То есть ни одного автобуса на дорогах, который замечено, не было. Нам высказывались замечания. Возьмем на жесткий контроль работы перевозчиков. Этот самый контроль, который обещают в управлении дорожного хозяйства и транспорта, пока вызывает сомнения. Мы лично обзвонили несколько перевозчиков и спросили, стоит ли надеяться на их услуги, когда переправу перекроют в следующий раз. Ответ последовал неожиданный. Вызывайте такси. Так надежнее. На вокзал 27-го добираться числа, вот хотелось бы, на вашем маршруте. Там перебоев не будет никаких? Не могу обещать. Я думаю, лучше вызывайте такси, через президентский мост езжайте. Хорошо, спасибо большое. Да, да, да. Я думаю, так лучше будет, надежнее. В прошлые выходные проблемно было уехать снова в город? Ну, вот то же самое, значит, через новый мост пойдут. То же самое, то же проблемно будет? Опять сокращение, скорее всего, хотя мы выпускаем так же, как и обычно. Но количество машин не снижаем. Единственное то, что вот они там везде в пробках, через Нариманово, который и так всегда забит. Как-то так. Напомним, с 22 августа дорожники приступят к ремонту покрытия на Императорском мосту. По будням переправа будет закрыта для движения с 9 часов вечера до примерно 6 утра. А вот на выходных проехать по так называемому «старому мосту» не получится вовсе. Весь транспортный поток вновь хлынет на президентскую переправу. Безусловно, новый асфальт взамен постоянных ухабов и выбоин на основном для пассажирского транспорта мосту необходим. Вот только забывать о людях тоже не стоит. Пассажиропоток необходимо организовать грамотно и бесперебойно. Артем Петров, Александр Кутряшов, репортер 73. Детский технопарк или Дворец пионеров версии 2.0. Ульяновская область с успехом прошла отбор на предоставление субсидий для реализации проектов дополнительного образования детей. Новые знания, новые стандарты и новая реальность в нашем следующем материале. Федеральный конкурс «Высокий уровень» и «Победа Ульяновской области». Региональные власти уделяют особое внимание формированию условий для развития инженерных профессий и технического образования в целом. Ранее губерния выполнила все взятые на себя обязательства по созданию межрегионального центра компетенций в сфере обслуживания транспорта и логистики. Теперь перед местной властью появляются новые задачи. Мы хотим построить большой детский технопарк, понимая, что за инновационной экономикой будущее, понимая, что это конкурентоспособность, понимая, что это ярко выраженная тогда экспортоориентированность нашей промышленности, понимая, в конце концов, что это возможность обеспечить устойчивый экономический рост, а значит и хорошее благосостояние людей. Новая площадка, которая будет готовить будущих чемпионов по направлению WorldSkills, появится на базе ДК имени Чкалова. Продвигать родной регион вперед смогут только те, кто с самого раннего детства будет постигать азы своей будущей профессии. Уникальность этого проекта в том, что управлять и непосредственно оказывать услуги детям в части нового образования будут не наши учреждения, а это бизнес, который выступает партнером, бизнес в сфере дополнительного образования. Вы прекрасно знаете, что у нас очень много в последнее время открывается таких детских образовательных учреждений дополнительного образования, такие как инженерка мы посещали, многие другие направления. И именно они будут привлечены, их специалисты, а также лучшие специалисты, прошедшие обучение по программе агентств стратегических инициатив, получившие соответствующие сертификаты для обучения детей. Начиная с проектирования несложных деталей, плавно переходя к совершенствованию навыков печати на 3D-принтере и компьютерному проектированию, специалисты из бизнеса передадут свои накопленные годами знания подрастающему поколению, которое в будущем составит кадровую основу ведущих предприятий. Чрезвычайно важно при тех перспективах роста промышленного потенциала Ульяновской области, как в области оборонно-промышленного комплекса, так и небольшого, малого и среднего, но инновационного бизнеса, человеческий капитал, кадровый капитал приобретает принципиально важное значение. По информации регионального Минобра, технопарк откроет свои двери уже до конца этого года. Обучать детей будут на современном оборудовании для развития навыков в сфере высоких технологий, физики, математики и проектирования. Планируется, что научно-образовательный центр ежегодно будет охватывать тысячи детей со всего региона. Артем Петров, Олег Тончин, репортер 73. 35% работающих жителей Ульяновской области ищут подработку. Больше всего вакансий на неполный рабочий день для выпускников и молодых специалистов, а также в сферах продажи и маркетинг. Служба исследований компании Headhunter провела опрос работающих жителей нашего региона и выяснила, что более третий из них рассматривают для себя поиск подработки, помимо основной работы, в течение в трех ближайших месяцев. Например, каждый пятый готов рассмотреть подобные предложения, если они поступят. Точно не рассматривают возможность дополнительного заработка только 12% местных респондентов. А вот у каждого десятого жителя Ульяновской области вторая работа уже есть. В нашем регионе наибольшее количество вакансий с частичной занятостью открыто для выпускников вузов без опыта работы. Это специалисты колл-центра и агенты по продвижению услуг. Кроме того, немало подобных предложений в сфере маркетинга. Например, промоутер, тайный покупатель или мерчендайзер. Уровень средней заработной платы на данных позициях составляет 12 тысяч рублей. И далее коротко о событиях из жизни нашего региона. Димитровградские рыбаки-любители бьют тревогу. С ними встретились наши коллеги из телекомпании ДимТВ и выяснили, что в Черном озере, расположенном прямо в городе, массово гибнет рыба. Массового замора, конечно, не оказалось, но факт гибели подтвердился. В последнее время вода сильно упала, больше, чем на полметра. И буквально две недели назад вся поверхность пруда, озеро, Черное озеро его называют, было покрыто вот этими вот они дохляки, видите, плавают в воде. Там все было вот в этой рыбе. Мы оперативно выехали с всей службой и с специалистами ветеринарной лаборатории для отбора проб. Отобрали пробы воды, грунта и самой рыбы. Результаты лабораторных исследований будут известны на следующей неделе. По мнению неравнодушных Димитровградцев, Черное озеро, которое можно назвать жемчужиной Меликеса, уже давно надо спасать. Его экологическое состояние оставляет желать лучшего. И в этом году, наконец-то, запланирована прочистка протоков, чтобы водоем не превратился в болото. Завершено расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних жителей Ульяновска, обвиняемых в кражах и грабежах, которые они совершили в течение полугода. Пресс-службы регионального управления Следственного комитета сообщили, что в отношении одного из них, Заволжским районным судом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, относительно других в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми. Кроме того, следователям собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения про существо. 21 августа областным фестивалем Спаса земли Сенгелеевской город Сенгелей отметит 350-летие своего образования. В 1814 году на берегу реки Волга был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы. И данный храм, он верой и правдой служил горожанам, жителям города Сенгелей более 150 лет. В 50-е годы он был разрушен. И вот на этом месте в память об этом храме будет как раз-таки открыта и освещена данная часовня. Одним из ключевых моментов областного фестиваля Спасы земли Сенгелеевской станет так называемый финал регионального съезда блинопеков 2016. Я надеюсь на то, что все-таки мы получим удовольствие от выпечки блинов, поскольку не всякий знает то количество рецептов, которые будут представлены здесь, разновкусий. Ну и в рамках этого съезда потом, после того, как компетентное жюри подведет итоги, пройдет благотворительная акция. В ходе упомянутой акции, которая носит название «Блинок в каждый домок», выпеченными блинами угостят ветеранов Великой Отечественной, людей с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Завершится фестиваль праздничным концертом и фейерверком. Стали больше гореть. В Ульяновске наблюдается рост количества случаев с гибелью людей на пожаре. По состоянию на 17 августа с начала года огонь унес жизни 12 человек. За аналогичный период прошлого года – 8. В минувшее воскресенье поздно вечером возгорание случилось в одной из хрущевок на улице Луначарского. Звеном газодымозащитной службы в одной из комнат была обнаружена хозяйка квартиры, 1932 года рождения. По предварительной информации, пенсионерка отравилась продуктами горения. В связи с печальной статистикой, региональное МЧС усилило работу по профилактике пожаров. Первый рейд прошел по горячим следам последней трагедии. Сотрудники МЧС совместно со специалистами городского управления гражданской защиты и добровольцами обошли близлежащие дома на улице Луначарского. Жильцам многоквартирных домов напомнили, как следует вести себя в случае пожара и по каким телефонам звонить, а также рассказали об основных причинах пожаров. Основными причинами являются, первое, это нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования. Второе, это нарушение правил установки и эксплуатации печей, это касается частного домовладения. И третье, это нарушение правил пожарной безопасности, в особенности состояния алкогольного опьянения. Специалисты провели беседу о пожарной безопасности и раздали жильцам памятки с правилами пожарной безопасности в быту и номерами телефонов экстренных служб. Владимир Гаврилов, репортер 73. Село в порядке, страна в достатке. Слоган всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года уходит в историю, так как 15 августа на большей части нашей страны сельхозперепись официально завершилась. Но не все так просто. Наступила очередь выборочного контрольного обхода объектов переписи для проверки полноты охвата и качества заполнения переписных листов. Чтобы не прослезиться, когда подсчитаем итоговую цифру. Я сейчас буду вам по планшету задавать вопросы. Если вам нужно будет подумать или разъяснение какое-то, вы мне скажите. Давай. Укажите общее число лиц, проживающих в домохозяйстве, на 1 июля 2016 года, включая вас. Эти и другие вопросы в течение полутора месяцев Олеся Венедиктова задавала своим односельчанам. Помимо демографических характеристик, ее интересовали. Совокупный объем имеющихся земельных площадей и структуры использования сельхозугодий. Еще один большой блок вопросов касался поголовья птицы по видам и скота. И, как отмечают инструкторы, она и ее коллеги справились с поставленными задачами даже больше, чем на 100%. Хотела еще отметить Терехину Татьяну. Татьяна Сергеевна работала в Кувшиновке и в Плодовом. С ее помощью мы выявили новые улицы в селе Плодовом. То есть она дописала больше объектов и дала дополнительную площадь железнодорожному району. Всего в Ульяновской области было определено 207 534 объекта сельскохозяйственной переписи. Это сельхозорганизации и крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства, а также огороды, садовые и дачные участки. И теперь инструкторам предстоит сделать так называемый контрольный срез, собранный переписчиками информации. Инструктора обходят ЛПХ, личные подсобные хозяйства и садовые участки где-то что-то непонятно было, там землейка, что-то выясняет. На объекты подлежащие переписи, но по каким-то причинам не охваченные ею, в период контрольного обхода будут заполнены переписные листы. Таким образом, сведения о тех хозяйствах, которые не были обследованы на момент окончания ВСХП-2016, в ее итоговые данные все равно попадут. В предварительные итоги сельхозпереписи будут подведены в четвертом квартале следующего года, а окончательные – в 2018. Алексей Матюнин, Константин Никитин, репортер 73. Ан-124-100 «Руслан» за 21 день. Сухой «Суперджет-100» за 10. Нет, это не рекордные сроки сборки воздушных судов. Это время, за которое безжизненные тусклые машины обзаводятся живой раскраской и ливреями как отечественных, так и зарубежных авиакомпаний. И все это в цехе покраски «Спектр Авиа». Не случайно мы опять говорим об авиационном кластере региона. Меньше недели остается до начала празднования Дня Воздушного флота России, в рамках которого состоится традиционный ульяновский авиасалон. Второй год подряд центральной площадкой авиасалона станет площадь перед покрасочным цехом «Спектр Авиа». Естественно, в день праздника предприятие откроет свои двери для всех желающих, чтобы люди смогли увидеть, как окрашиваются самолеты. Работа очень интересная, она как бы самой собой творческая, то есть взаимодействует все вплоть до смывки самолетов, до окраски и разметки. То есть очень обширный спектр самой работы получается. Крупнейший в мире ангар предприятие позволяет производить окраску самых больших воздушных судов. Так, например, здесь одновременно могут находиться «Боинг-747» и «Аэробус-А320» или три среднемагистральных «Боинга-737». В этих стенах компанию «Одному Руслану» могут составить сразу два лайнера «Сухой Суперджет». Ан-124-100, который в данный момент находится на покраске, уже разменял второй десяток и сейчас готовится для Министерства обороны. Ощущается причастность к авиации, гордость какая-то, когда прилетает, допустим, над аэропортом самолет, уже узнаешь свои работы. Очень приятно на это смотреться. За вот небольшое время уже работаем, уже как бы изучил окраски, все логотипы, где что-то находится, и даже сдалека, с высоты, все это можно различить. На покраске «Руслана» трудятся 60 маляров. Всего же в штате «Спектр Авиа» около 170 работников. Все это позволяет предприятию постоянно наращивать темпы производства. За год это порядка 60 самолетов. Вообще за нашу историю мы работаем порядка 15 лет, успешно работаем. Мы отрасили 560 самолетов. Сейчас у нас в работе Ан-124-100 для Министерства обороны. В дальнейшем у нас также лезет серийные супер-жеты, мы также заводские окрашиваем, плюс которые уже идут на вторичный рынок. То есть работу мы загружены. Несмотря на автоматизацию и современные технологии в производстве, основным ресурсом любого предприятия остаются люди. Работа, конечно же, вредная. Тут тебе и краски, и всевозможные смывки, и растворители. Естественно, в этом случае на первое место выходит техника безопасности. Без респираторов и спецодежды к покраске даже не допустят. Кроме того, обязательно должна присутствовать возможность для работника поправить собственное здоровье. Здесь, например, организована специальная соляная комната, в которой сотрудники предприятия ежемесячно проходят курс профилактики. Владимир Гаврилов, Олег Тончин, репортер 73. 20 августа Ульяновский театр «Кукол» начинает новый театральный сезон. Яркие премьеры, полюбившиеся спектакли и приятные сюрпризы. Все это ждет зрителей совсем скоро. На следующей неделе, например, в театре начнутся репетиции премьерного спектакля «Зачарованный вепрь». Историю для семейного просмотра для зрителей от 7 лет ульяновцы увидят уже 17 сентября. А накануне старта нового сезона, который в этом году будет 73-м по счету, в Ульяновском театре «Кукол» прошел специальный показ спектакля «Лесная автобыль». Правила дорожного движения для всех одинаковы и для ребят, и для волчат. Спектакль «Лесная автобыль» – история одного волчонка, который всегда торопился. И бабы-яги, не желающие слышать о правилах поведения на дороге. А ведь их нужно не только знать, но и соблюдать. Нет, бабушка, все-таки я играть на проезжей части дороги не буду. Нельзя. Все понятно. С труси уходим. Кто? С труси. Да никогда из тебя настоящий волк не получится. Специальный показ спектакля «Лесная автобыль» приурочен к началу нового учебного года. А новый сезон в Ульяновском театре «Кукол» начнется 20 августа. За время театральных каникул здесь произошло много нового. Зрительный зал стал удобнее, появился амфитеатр. А площадка первого ряда теперь позволяет принимать инвалидов-колясочников. Также зрители ждут яркие премьеры. В этом сезоне первой премьеры нашего театра будет спектакль «Зачарованный венталь», поставленный для категории зрителей «7 плюс», включая родителей, бабушек и дедушек. Мы готовим сериал, театральный сериал по бабушкиным сказкам, так называемым. Мы готовим премьеру спектакля «Малышек Карлса». Мы готовим премьеру спектакля «Шуменхаузеншоу». В общем, вот до мая планы у нас такие. В сентябре ульяновские кукольники примут участие международным фестивалем театров «Кукол Оренбургский арбузник». Попасть на такого рода мероприятие – целое событие и большая честь. Наша труппа на суд зрителей и жюри представит спектакль «Волшебный колодец». А первыми постановками нового сезона станут уже полюбившиеся многим ульяновцам спектакли «Как обрести друга» и «Теремок». Мы приглашаем всех наших любимых зрителей 20 августа на открытие нового 73-го театрального сезона. И, конечно, приготовили для вас массу интересных сюрпризов. Это и розыгрыши у нас в программе, конечно, встречи с любимыми артистами, с любимыми кукольными и сказочными персонажами, игры, развлечения, ну и самые сладкие лакомства для маленьких зрителей. Все ждет вас 20 августа и 21 августа. Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Левушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49. В завершении выпуска важная информация о Центре занятости населения. В августе-сентябре этого года состоится третий трудовой форум «Достойный труд и социальная ответственность – залог развития региона», основными целями которого станут продвижение идеологии достойного труда, повышение социальной ответственности работодателей Ульяновской области и повышение престижа человека труда. В рамках форума пройдет неделя трудовой славы с чествованием людей труда и социально ответственных работодателей муниципальных образований. День работодателей, день трудовой славы муниципального образования, день социального партнерства в муниципальном образовании, день молодежи, день охраны труда и день подведения итогов. Лучшие люди труда от каждого муниципального образования примут участие в областном этапе форума, который состоится 13 сентября в Ленинском мемориале. И еще одно объявление только теперь для тех, кто ищет преданного друга или надежного охранника. Щенки породы Алабай. Справки по телефону 75 80 55. А теперь важная информация от репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 30 41 73. Здесь есть все. От рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 30 41 73. И вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите. Тройное W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня.